всем привет друзья меня зовут Оля Ермилова и сегодня новый выпуск на моем youtube-канале сегодня мы будем говорить с вами ну как очень часто говорим о бизнесе и сегодня не будет никаких других героев во-первых потому что не могу сегодня не успевать никаких других героев вам привести во-вторых потому что стало чаще хотеться общаться с вами самостоятельно поэтому сегодня решила дать вам что-то полезное ценное такое чтобы вы могли это воспринять и переварить и сегодня мы поговорим с вами о лучших бизнес законах инструментов вообще о чем-то лучшем таком настоящем потому что все кто начинает заниматься бизнесом постоянно сосредоточены на каком-то поиске мы все время ищем что-то для нашего бизнеса изначально мы ищем что-то что сработает тем вы могли заняться и чтобы приносила нам деньги потом мы ищем какие-то подниши когда начинаем чем-то заниматься что нам еще такого сделать чтобы улучшить чтобы зарабатывать больше какие еще нам придумать фишечки мы в принципе постоянно над этим работаем и голова предпринимателя все время забита этим вопросом что делать что делать что делать потому что когда мы этого не делаем то соответственно либо у нас вообще ничего не получается и мы еще не успел запуститься уже хотим закрываться либо же мы не можем развиваться нормально в общем у нас все время есть куча вопросов один из главных вопросов все время где взять деньги потому что для того чтобы расти нам необходимы какие-то новые ресурсы и мы эти ресурсы обычно привыкли покупать покупать рекламу покупать и большее количество людей опять-таки через какие-то источники рекламы каким-то образом улучшает наш продукт где-то делать ремонт где-то что-то упаковывать все время нам нужны деньги мы на этом сосредоточены и часто расстраиваемся потому что понимаем что у нас сейчас не хватает этих ресурсов не хватает этих денег собственно бизнес он очень интересно и красиво выглядит со стороны но на деле это достаточно нудное занятие именно поэтому многие выпуски нашего реального бизнес-шоу мне кажется весьма скучны и когда меня спрашивают о том чем ты занимаешься расскажи об этом я понимаю что это всегда будет очень скучно потому что настоящая работа она знаете такая выглядит в деталях долгое и длительное и только показательные выступления когда мы показываем какие-то результаты они являются впечатляющими я очень часто сравниваю бизнес со спортом моей дочери заниматься спортом и алиса в художественной гимнастике когда показывает какие-то элементы особенно на выступлениях люди говорят вау как красиво как научились но если рассматривать спорт в такой длительной истории то каждый день это достаточно нудные тренировки где все оттачивается по миллиметру и поэтому бизнес настоящий ну как бы как и настоящий успех выглядит не так красиво как это описывается в книгах знаете коротко и сжато но сегодня я хочу все-таки поговорить с вами о том самом ценном что я поняла потому что несмотря на то что действительно в бизнесе важны там деньги размахи и прочие штуки есть такие вещи которые у нас уже по факту есть которые мы можем использовать не имея денег не имея супер сил не имея сверхспособности но почему-то мы об этом забываем хотя нам постоянно об этом говорят и сегодня я буду тем человеком который вновь вам об этом скажет потому что в какой-то момент я начала все-таки прислушиваться пробовать и думать над тем а может быть мне все-таки стоит попробовать использовать то самое простое что лежит на поверхности а не искать постоянно какие-то сложные пути заработать вообще деньги можно на всем это вы должны точно знать за что бы вы не взялись на все можно заработать но в основном мы бросаем какие-то дела ну либо потому что мы лентяи или неопытный либо потому что когда мы начинаем получать деньги мы изначально обмануты в своих ожиданиях и мы вдруг понимаем что для того чтобы заработать на этом столько сколько бы нам хотелось нужно делать какие-то сверхусилия которые того не стоит поэтому главное что вы должны вообще понимать это то что изначально всегда в бизнесе важно прицеливаться и понимать чего вы хотите и то куда вы идете может ли вообще содержать те дары и запасы которые есть это знаете приехать в арабские эмираты и искать какую-то живое место живностью да там и в итоге найти три дерева которые вас не удовлетворят и вряд ли вы там построите завод по переработке древесины поэтому здесь очень важно всегда понимать куда вы пришли сегодня хочу рассказать вам о самом ценном повторюсь не каких-то таких вещах которые являются какими-то супер тайнами но о том что реально работает и что сегодня может стать вашим инструментарием инструментарием абсолютно любого человека у которого есть цель достигать каких-то определенных вершин в своем бизнесе или вообще куда-то двигаться и развиваться первое что стало для меня настоящим инсайтом это то что моя личная открытость и понимание того что я не самая умная где бы я не находилась далее мне возможность совершенно иначе взглянуть на людей которыми я общаюсь если раньше например общаясь какими-то небольшими предпринимателями даже например на съемках своего шоу мне казалось что у них учиться мне точно нечему то сейчас я так не считаю и я понимаю что на самом деле именно у маленьких предпринимателей у тех кто только начинает и особенно делает это плюс-минус талантливо как раз и есть чему учиться потому что эти люди особенно внимательны к деталям и они обращают внимание на то что нам уже кажется одну не супер важным ведь в деталях как говорится кроется дьявол поэтому сегодня при общении с людьми которые начинают свой путь которые в чем-то преуспевают или которые как мне там кажутся со стороны пока еще меньше и менее опытный чем я я всегда стараюсь найти что-то ценное и больше не смотрю на них как на бесполезную какую-то вещицу поэтому если в вашем окружении есть такие люди общайтесь с ними вводить их свой круг общения и не думайте что эти люди не достойны вашего внимания и вы ничего не можете от них взять а можете взять только супер сильны это неправда следующая мысль и момент который я взяла для себя на вооружение это то что любой близкий контакт с успешным человеком с предпринимателем с человеком который развивается гораздо больше ценнее чем прочитанная книга любого гениального другого человека именно личный близкий контакт когда вы можете по коммуницировать человеком порой позволяет вам даже не то чтобы узнать у этого что-то человека а просто когда вы с ним разговариваете вы вдруг начинаете мыслить иначе поэтому в коннект с человеком из среды бизнеса всегда очень полезен и сколько бы мы не смотрели на youtube их видео сколько бы мы не читали их сколько бы мы не смотрели выступления это все очень классно но общение с реальными предпринимателями даже маленькими и реальное общение когда вы разговариваете переписываетесь находитесь в личном контакте сильно больше вам по факту помогут следующие наверное инструмент и мое открытие оно конечно же известно всем но несмотря на это так мало людей им пользуются мы уже давно говорим о том что связи решают все что количество сегодня знакомства в бизнес сфере среди успешных людей если людей которые развиваются они вообще определяют все что сегодня а если вы не имеете на что-то денег на рекламу на продвижение иногда на упаковке иногда на то чтобы зайти в какую-то сеть или продаваться в каком-то ресторане сегодня связи все решают и если вы коммуникабельный человек если вы знаете правильных неправильных людей вы вообще вступайте в отношения и умеете коммуницировать и умеете заводить знакомство поверьте вы можете попасть ко всем блогерам мира вы можете попасть в любые рестораны в любые сети и очень часто деньги вам для этого не понадобятся вы можете обмениваться вы можете зажигать людей помочь вам какой-то такой своей идеей вы можете быть просто классным приятным человеком которому хочется помочь и люди знают что в будущем вы обязательно им за это отплатите, а может быть и не отплатите, но им будет на это все равно. Ваши связи, умения налаживать вот эту коммуникацию рулят просто очень круто. Я никогда не думала, что за год я могу обрасти таким количеством новых знакомств с людьми, которых раньше я считала, что они высокомерные, или что эти люди никогда, или что эти люди только за деньги, или что эти люди вообще им это не интересно. Вот интересно все, и вы можете абсолютно все, поэтому ваша задача постоянно общаться и понимать, что вот этот социальный капитал и новые люди, которые заходят в вашу жизнь абсолютно разные, это самое ценное, что у вас есть, и благодаря этому вы можете добраться через пять рукопожатий, одну рукопожатие или еще какое-нибудь, куда угодно. Самое главное, чтобы вы были открыты и легко впускали в свою жизнь новых людей, умея давать им тоже какую-то определенную ценность, включая даже просто приятное человеческое общение. Иногда это тоже достаточно. Отношения дороже денег. Я, в принципе, уже вам об этом сказала, но помните о том, что какие-то моменты, когда вы знаете, что вы можете кому-то помочь, или что вы можете сделать для кого-то выгодное предложение, и пусть это даже вас никак не касается, иногда просто кого-то познакомить, делайте это. Отношения рулят. И нет ничего приятнее, когда вы вспоминаете о ком-то, и вас это вроде бы как никаким образом не касается, но вы звоните, например, и говорите, слушай, я знаю того-то, вам, наверное, было бы вместе интересно. Это очень круто. Это позволяет налаживать очень ценные отношения, которые обязательно, поверьте мне, каким-то образом на вас и на ваш бизнес перевернутся такой позитивной, светлой стороной, и вы от этого только выиграете. Следующий классный лайфхак, который я словила, это то, что когда у нас становится много новых людей в нашем окружении, мы, в принципе, можем получить возможность написать или позвонить там кому угодно. На самом деле я с очень многими людьми вступала в контакт абсолютно в холодную, не зная этих людей, но имея доступ, потому что там есть какие-то социальные сети, есть какое-то личное мое имя и бренд уже, над которым я работаю, и это очень круто. Когда ты имеешь уже личный бренд и какое-то свое имя, ты можешь не только использовать социальные сети и тебе там могут ответить, но ты также можешь опять-таки коммуницировать со своими знакомыми и просить их, чтобы они тебе там помогли где-то что-то наладить. Это очень помогало в них в бизнесе, например, потому что когда мы запускали женские клубы, когда необходимо было пригласить каких-то классных людей, которые там может быть раньше никогда бы не пошли в этот клуб и не пошли бы без гонорара или просто в принципе бы отказались. Когда ты уже имеешь свой личный бренд, человек смотрит кто ты, что ты или, например, твой друг звонит ему и этот человек уже гораздо проще идет на контакт. Это тоже стало для меня открытием, потому что раньше я бы никогда не подумала о том, что без денег можно каких-то классных людей к себе привлекать. Еще одно очень крутое осознание в окружении, которое меня настигло, это то, что есть те, кто уже пережил твой сегодняшний ад. Это очень круто, когда ты встречаешься с людьми, которые уже проходили тот путь, который ты проходишь сегодня. Потому что каждый из нас в какой-то момент оказывается некомфортной тарелки, и так происходит очень часто. И когда ты находишься в ней один, тебе кажется, что вокруг у всех все зашибись, вот у всех уже все проблемы решены, а вот ты один такой страдалец, и тебе сложно. Когда ты общаешься с другими людьми, то ты непременно слышишь истории, ты можешь пообщаться с человеком, и каждый успешный человек расскажет тебе о своем таком маленьком аду, в котором будет очень большая часть твоей сегодняшней истории. Это может быть связано с деньгами, с неверием, с предательством, с каким-то расходством партнеров. И когда ты в окружении имеешь тех людей, которые уже это прошли и на сегодняшний день преуспевают, тебе гораздо легче начинает житься, и ты переживаешь эти моменты сильно легче. В кругу успешных людей вообще гораздо проще пережить любые сложные этапы. Потому что успешные люди – это те люди, которые в принципе регулярно их переживают, но несмотря ни на что у них есть такой особенный ген, который позволяет все время двигаться. Таким образом люди, которые нас окружают, действительно оказывают на нас очень сильное впечатление, давление, не знаю, они определяют то, каким образом мы переживаем определенные этапы и как мы развиваемся. И конечно же, если в вашем окружении гораздо больше людей, которые идут вперед и которые постоянно что-то хотят, что-то решают, попадают в трудности, вы находитесь как будто бы в естественной среде. Когда вас окружают другие люди, которые больше спят, которые больше раскачиваются, у которых больше каких-то там проблем и им нравится в этом жить, безусловно, двигаться в таком обществе сильно тяжелее. Поэтому, как вы уже понимаете, как раз определяющим всегда является то, с кем мы общаемся, с кем мы живем, к кому мы можем обратиться. И, безусловно, конечно, уровень общения сегодня стал сильно легче, потому что мы, вроде бы как, имеем возможность сконнектиться с большим количеством людей. Но согласитесь, насколько сложно это делать порой, иногда переступая через себя, иногда делая это и не получая обратной связи, а иногда получая грубую обратную связь. Это действительно очень непросто. И для того, чтобы пережить это, нужно пройти определенный период, но не все могут его пройти, потому что это просто на многих давит и для многих людей не свойственно бросать себя в дискомфортную среду настолько часто. И это есть проблема, у которой, конечно же, есть решение. Но какое? Перед тем, как поговорить о решении, я хочу рассказать еще об одной важной мысли, которая ко мне пришла. Это то, что очень часто, когда мы начинаем анализировать среду, есть такое понимание, как анализ ниши, в которой мы работаем, мы думаем о том, как скопировать своего конкурента, как сделать лучше, чем конкурент. Мы так или иначе отталкиваемся от него. И классный инсайт, который однажды пришел ко мне, с которым я работаю по сей день, это то, что не надо смотреть на конкурентов. Нужно обязательно наблюдать, но наблюдать за лидерами изменения разных ниш. И из этих разных ниш, когда ты смотришь какие-то классные идеи, думать о том, каким образом ты мог бы что-то использовать для своей конкретной ниши. Это тоже очень круто работает, потому что таким образом мы используем сильные инструменты, но мы их уже используем по-своему. То есть мы не изобретаем велосипед, мы не возвращаемся до 10 лет назад, но мы находим нечто такое, что мы можем принести в свой рынок и таким образом стать новатором на своем рынке, а не просто чьей-то копиркой, постоянно перебирая какие-то, знаете, остатки и любуясь на пятую точку своего конкурента. Поэтому очень круто, когда в вашем окружении есть успешные люди в разных нишах и вы, наблюдая за ними, общаясь с ними, получая от них обратную связь, какие-то рекомендации, переносите это непосредственно в свою нишу, таким образом становляясь транссеттером. А кто такой транссеттер? Транссеттер – это всегда лидер, потому что он заводит что-то новенькое, а все остальные пытаются его скопировать, потому что считают, что это тренд, который нужно соблюдать. Ну, собственно, так и есть, вы транссеттер, они вас соблюдают. Еще одна классная штука, к которой я пришла, это то, что учиться бесконечно, конечно, плохо, но в то же время раз в месяц было бы неплохо прокачиваться по какой-то конкретной тематике в каком-то тренинге. И даже если нам кажется, что мы уже все вроде бы знаем, что все это слышали и видели, системное прохождение любого тренинга раз в месяц дает нам возможность заново посмотреть на какие-то инструменты, заново посмотреть на свой бизнес и порой получить какие-то совершенно неожиданные инсайты, которые зачастую и не были проговорены в данном тренинге. Но, видимо, наш мозг начинает раскачиваться, пульсировать, и это действительно работает. Поэтому обучаться регулярно я вам тоже рекомендую. Так вот, все вот эти рекомендации, они могут показаться и, скорее всего, покажутся вам очень простыми. И вы скажете, Ермилова, ну где здесь инсайты? Но инсайты здесь лежат на поверхности. И для меня, когда я начала готовиться и прописывать вот эти все для себя вещи, что же для меня является сегодня самым рабочим? Я вдруг поняла, что все это можно объединить и все это можно понести дальше. И поэтому я запустила свой онлайн-бизнес-клуб, очень простой по своей природе. Онлайн-бизнес-клуб для людей, которые хотят развиваться и расти. И вне зависимости от того, какие сегодня у вас есть успехи в бизнесе, новичок вы или вы уже опытный предприниматель, вы должны понимать, что нам всегда есть чему поучиться друг у друга. Всегда главный недостаток любого бизнес-сообщества это то, что там есть огромное количество правил, кого берем, кого не берем. Это всегда какая-то дорогая цена, это всегда огромное количество сопротивлений. Я вообще человек, который не любит сопротивление и барьеры. И мне захотелось создать что-то такое, что по-настоящему объединит и даст стимул. И поэтому я подумала о том, что не все должно стоить супердорого, не все должно делать какие-то барьеры. Нужно создать нечто, где людям будет комфортно. Поэтому первое, что я придумала, это то, что у нас есть один вступительный взнос за совсем небольшие деньги, которые вы платите один раз и получаете доступ навсегда. Как по мне, это вообще величайшее маркетинговое изобретение, когда ты платишь один раз и получаешь всегда. Это как заплатить в ресторане один раз и всегда иметь возможность поесть. Вне зависимости от того, будете вы сюда ходить часто или не будете, вы всегда знаете, что вы здесь можете поесть и это просто мега круто. Второе, что я решила, это то, что все участники должны иметь свободный доступ, коннекта друг к другу. То есть, если вы становитесь участником клуба, вы автоматически соглашаетесь с тем, что вам могут написать другие участники, обратиться за каким-то советом, рекомендацией, и вы должны этому человеку ответить. Это очень круто, потому что вы знаете, что вы не будете посланы нафиг, что вы не будете долго объяснять, кто вы. Вам просто достаточно сказать, что я участник инсайт бизнес-клаб и все. И человек вам точно ответит, ну, в зависимости от того, что он уже там может вам написать или рассказать. Онлайн-сообщество дает возможность общаться нам по всему миру. Я очень много лет работала в свадебном направлении, и за это время география людей, которые у меня обучались, и состояли в различных бизнес-сообществах на свадебную тематику, ну, география просто потрясающая. У меня есть и Австралия, и Америка, и Сибирь, и все что угодно. Поэтому я подумала о том, что как раз в онлайне, неважно, где мы находимся, мы перемещаемся по миру, мы сможем видеться, мы сможем общаться, но самое главное, что мы можем находиться все в таком онлайн-комьюнити, и нам ничего не будет мешать. Это круто. Следующее – это мастер-классы и прямые эфиры, которые я хочу проводить закрытые в нашем клубе. Это супер-классно, потому что мы сможем присоединять предпринимателей со всего мира. У меня есть очень много знакомых, которые живут в разных уголочках мира, но за счет того, что они именно где-то находятся далеко и не так часто в Киеве, я не могу их, например, приглашать на какие-то живые встречи в Киеве. Но в онлайне мы сможем с вами со всеми этими людьми коннектиться, мы сможем специально проводить какие-то классные ивенты обучающие, и нам ничто не будет мешать. Кроме того, все записи будут оставаться, поэтому, когда участники будут приходить новые, они также будут иметь доступ к этой базе знаний, ну и, конечно, база знаний. Ни для кого не секрет, что я регулярно создаю какие-то тренинги, мастер-классы и упаковываю весь свой опыт, который переживаю в разных проектах. Уже сегодня в нашем онлайн закрытом клубе есть порядка, если я не ошибаюсь, 20 инфопродуктов моих тренингов и книг, которые уже доступны для всех участников. За это не нужно ничего платить, не нужно проходить в какие-то определенные сроки, просто вы сами выбираете, как вы будете обучаться. И самое крутое, что эта база знаний будет регулярно дополняться моими новыми продуктами, классными какими-то продуктами, и за это тоже никогда больше не нужно доплачивать. Ну, разве это не круто? Плюс я решила организовать библиотеку, в которой я буду выкладывать классные бизнес-бестселлеры, и также все участники смогут дополнять эту библиотеку для того, чтобы она у нас с вами была общая, поскольку вы заходите в клуб навсегда, значит, уже нужно делиться навсегда. Эта идея мне мега понравилась, потому что я поняла, что создав такое сообщество, мы люди, которые хотят развиваться, которые не хотят и устали уже постоянно что-то покупать и за все платить деньги, и постоянно выдирать эти деньги, и постоянно думать, а стоит ли это того, или это того. Я решила все эти барьеры убрать и просто нас объединить. И вот такие продукты, как по мне, на сегодняшний день будут являться трендами. Когда мы уже перестанем работать на то, чтобы продавать очень много, чтобы постоянно что-то новое фонтанировать, а будем создавать один качественный продукт, цель которого будет выкрыть потребности полностью наших клиентов, а клиентов у нас должно быть много. И для вас у меня сегодня есть такое предложение. Если вы знаете какие-то классные идеи к вам пришли в голову после того, когда вы все это услышали о том, что бы еще могло быть в моем клубе, что бы вы туда хотели примесить и придумать, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Вообще напишите вам, как эта идея, и что бы вы предложили туда добавить. За самую классную идею от меня будет очень классный приз. Я очень надеюсь, что сегодняшние мои мысли также наведут вас на какие-то приятные мысли и дадут вам пищу для размышления. Ну и конечно же я оставляю ссылочку под этим видео, для того, что бы вы могли побольше узнать информацию о клубе и к нам присоединиться. Я уверена, что вас приятно порадует и стоимость этого клуба, и все, что вы там увидите, и даже людей, которые вы уже увидите в этом клубе, потому что некоторые из них уже обозначены на главной странице. Присоединяйтесь, давайте общаться ближе. YouTube это классно, я буду продолжать баловать вас классным контентом, показывать вам классные кампании, рассказывать вам абсолютно разные вещи, но мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами могли коннектиться ближе, чтобы я могла дать вам максимально больше практической информации, которую вы могли бы применить и сделать свой бизнес и свою жизнь чуточку ярче. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить и поставить мне лайк, если вам понравился этот выпуск. Ну а я, собственно, сейчас в красивенном ресторане «Причал», где планирую пообедать и отправиться для того, чтобы продолжить свою работу и получение удовольствия от той жизни, в которой живу. «Причал»